Первомайский сквер в Новосибирске откроют для посетителей к середине осени. Сейчас в популярном месте отдыха идет реконструкция. Горожан ждут масштабные перемены. Александр Сульдин оценил. Первомайский сквер – очень удобная транзитная зона и любимое место отдыха горожан. Прямо в центре мегаполиса сейчас он предстает в совершенно непривычном виде. Везде куча строительного материала, развороченные дорожки и провода, которые торчат прямо из-под земли. Вот эту группу рабочих мы встретили прямо в центре парка. Сейчас здесь укладывают плитку и работают электрики, прокладывают коммуникации для системы освещения. Видим, что дорожки, которые магистральные, уложены белой плиткой, а те, что боковые, уложат красной. Таким образом и обеспечат определенную маршрутизацию и разнообразие зоны отдыха. Ведутся работы по ремонту дорожно-тропиночной сети, есть работы по озеленению, к которым мы приступим чуть позже, после выполнения основных благоустроительных работ. Также достаточно большой объем работы у нас касается ремонта ограждения Первомайского сквера. К нему уже приступили к демонтажу старого негодного фундамента, запора. В дальнейшем будет проводиться монтаж. Что с этим чугунным литьем? Чугунное останется. Чугунное литье останется, плюс дополнительные секции, которых не хватает. ГУФСИ нам их уже отлил и поставил на базу. Собственно, мы ждем этапа монтажа, чтобы все чугунное обращение полностью вернуть в первоначальный облик. Помимо полностью обновленной системы освещения аллеев, фонари здесь заменят полностью и сейчас готовятся их монтировать, сделают подсветку деревьев довольно часто, установят небольшие прожекторы. Вот как раз сейчас под такой копают яму. Лучи света будут бить в кроны деревьев, создавать дополнительную праздничную атмосферу в парке. Знаменитый Мишка в центре сквера получит новый антураж. Запланированный ремонт вот этого вот фонтана полностью уберут облицовку и вот эти трубы. Кроме того, в утиль пойдет и внутреннее оборудование фонтана. Как видим, оно послужило порядочно и довольно сильно изношено. Но пока работы здесь, на фонтане, не идут, ищут подрядчика. Вообще реконструкция сквера несколько затянулась, но сейчас работы идут полным ходом и выполнена примерно половина из запланированного. Синхронизируется большое количество подрядчиков, разные виды работы. Не с первого раза состоялся основной аукцион, его пришлось переторговывать дважды. Пришлось еще со сложными процедурами выходить на подрядчика, на видеонаблюдение, на освещение. Ну и, соответственно, все последующие этапы, они тоже требуют и синхронизации подрядчиков между собой, ну и, соответственно, синхронизации сроков выполнения отдельных этапов работы. Мы над этим очень сильно работаем. Ну а для тех, кто вешал когда-то вот эти вот замочки в знак любви и верности, наверное, не очень хорошая новость. Их уберут, но, надеюсь, любовь и верность не пострадают. Кроме того, в парке смонтируют систему видеонаблюдения. Все работы планируют завершить до 15 октября. Александр Сульдин, Константин Менин, Новости ОТС. Александр Сульдин, Новости ОТС.